Просто великолепно выглядящая помада. Посмотрите, насколько она круто оформлена. Вот так вот выглядит пудра. Вот так выглядит румяна. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю для вас видео, о котором я могла только мечтать. Почему, спросите вы, я вам отвечу. Я мечтала о косметике Sailor Moon, и я за этой косметикой охотилась, просто буквально начиная с того момента, как я стала блогером. И вы не поверите, в эту мою поездку в Таиланд, которая была буквально на этой неделе, случайным образом Тилька нашла эту косметику. Нашла косметику Sailor Moon, я в Японии, за ней охотилась, просто ужас. Я нашла косметику Sailor Moon, Sailor Moon косметика. И я держу ее в руках, косметику от Sailor Moon. Тильфон звонит, фак. Алло? Я в этом видео расскажу вам про эту косметику, про ее особенности. Вообще, мы с вами ее протестируем, возможно, она окажется полная хэ, что, кстати, не исключено. Но, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык. Включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Это моя футболка, которую я тоже купила, и она была приурочена к годовщине 25-летия Sailor Moon. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Как вы, наверное, могли уже догадаться, моя самая любимая Sailor это Sailor Mars. Поэтому я постараюсь сделать макияж, который будет плюс-минус выдержан в ее цветах, в ее стиле, потому что я ее очень сильно люблю. А кого любите, из них вы. Если что, то вот как они выглядят, если вы вдруг их не знаете. Сейчас у меня в руках пудра и румяна, который я также буду использовать как тени для век. Не знаю, с чего начать раньше, но я думаю, что, наверное, начнем все-таки с пудрой, потому что это самое простое и самое будет быстрое. Давайте вместе ее распечатаем. Вот так вот выглядит пудра. Кстати, это коллаборация с косметическим брендом, который называется Крир Бьюте. Я не знаю, как правильно читается это слово, потому что оно написано специально с ошибкой не бьюти, а би-а-ю-те. Вот, поэтому будет Крир Би-е-ю-те. Давайте достанем. И вот такая вот упаковка пудры. Она, как видите, переливается и выглядит просто потрясающе. Эта пудра обошлась мне где-то тысячи в три рублей. Это очень дорого для косметики, которая не является профессиональной или косметики, которая не является люксом. В комплекте к этой пудре шла вот такая вот обычная пуховочка, с одной стороны мягкая, с другой прорезиненная. И пудру прикрывала вот такая вот обычная самая бластинка защитного слоя. Цвет пудры достаточно темный. Я думаю, это и так видно, но несмотря на то, что он такой темный, в упаковке она числилась как самый светлый оттенок пудры, и это, конечно, фиаско. Сама по себе пудра хорошая. Несмотря на то, что цвет мне не подошел, она сделала из моего лица абсолютную маску. Как вы знаете, я такой эффект очень сильно люблю, потому что, если я использую пудру, я хочу использовать ее так, чтобы все за километр видели, что пудра на этом лице есть. С этой точки зрения это хорошо. Со всех остальных точек зрения, ну, такое, особенно учитывая цену. Тот же Кен Мэйк, японская косметика, в миллион раз лучше, стоит в миллион раз дешевле. Я вообще уже неоднократно его советовала. Если вы забыли, что такое Кен Мэйк, вот, просто запомните. Вот эта пудра, это гораздо лучший эффект, и цветов у нее гораздо больше, и, ну, типа, я не знаю, она просто лучше, чем... Вот эта совершенно однозначно, она стоит в 3 или 4 раз дешевле. Дальше предлагаю взять как раз-таки румяшки, они в похожей упаковке. Вот так выглядят румяна, очень красивая упаковка. Мне нравится, наверное, даже больше, чем упаковка с пудрой. Но, блин, они такие топовые, что я даже не знаю, что выбрать. Внутри румян была вот такая вот мягкая кисточка, универсальный цвет, и с ним прогадать просто невозможно. Прикола ради, попробую нанестись румяна этой же пуховкой, этой же кистью, и посмотрим, как они вообще норм, нет? Офигенно! Определенно очень удобная щеточка, определенно очень правильный цвет румян. Он делает лицо таким свежим, отдохнувшим, и очень калаи. А это именно то, что я жду от косметики Sailor Moon. Sailor Moon! Сделать себе прям тут такие ня-щечки, а потом нарисовать на них черные полосочки, типа, пипец, я стесняюсь, Дэс. У этой косметики, на самом деле, просто дофига всего. И то, насколько всего много, я не могу вам описать. Просто посмотрите на эти фотки и охренейте. И что самое-самое стрёмное, или наоборот топовое, это то, что эта косметика стоит бешеных денег, серьезно. Например, вот этот вот хайлайтер стоит от 6 тысяч рублей. Эта помада стоит 2 тысячи рублей. Цены на эту косметику просто офигеть, какие здоровые. А вот эта палетка теней, где всего-навсего 4 цвета, ну, согласитесь, достаточно бестолковая фигня, стоит больше 5 тысяч рублей. И знаете, в чем самый фейл? Хрен найти уж эту косметику. Просто нереально. Абсолютно нереально. Я пока была в Таиланде, думала, что, возможно, закажу себе с Ибая в Москву косметоз, чтобы мне привезли, чтобы мне было больше показать вам продуктов на обзор. Ну, даже не хотела уж мотить деньги на это все. Нифига. Нереально найти. Просто. Летали потом в Сингапур, летали в Малайзию. Нигде ничего нет. Так, здесь готово. Теперь я возьму обычную самую мягкую кисть и также нанесу эти румяна себе на складку верхнего века. Румяна мне очень понравились. Они мне понравились гораздо больше, чем пудра. И прикольно то, что их можно использовать еще как тени. Получается очень красивый, тот самый правильный розовый оттенок. Теперь я достаю это. Подводку. Смотрите ее упаковку. Упаковка у меня конкретно Sailor Mars. Также были упаковки со всеми остальными другими Sailor. Но я так и не поняла между ними никакой разницы, потому что на всех фотографиях глаз выглядел совершенно одинаково. То есть изначально я подумала, возможно, это будет красная подводка, что было бы, наверное, как-то даже логично, но нет. На всех упаковках они выглядели абсолютно идентично. Вот эти вот глаза со стрелками. А, она все-таки оказалась красная. Но почему на упаковке было написано черное на сэмпле? Реально красная подводка оказалась. Блин, надо было брать две тогда. Раз одна красная, значит, нужно было еще и черную брать. Фак. Оказалось, что я лоханулась. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Раз в моих руках оказалась красная подводка, предлагаю нарисовать вот эти вот типа смущенные щечки, как я изначально и хотела. Но в качестве тогда уже стрелок использовать какую-то другую подводку, потому что красные стрелки сюда не хочу. И еще, может быть, нарисовать какую-то типа луну красного цвета перевернутую. Будет, наверное, здорово. Делаю разметку точками. На весу руки трясутся так, что пипец. Давно не держала косметику в руках. И прям вообще... А-а-а! Но подводка прям хороша. Мне нравится. Как по мне, выглядит вообще очень круто. Сейчас еще добавим сюда стразы. О-о-о! Смотрите! У меня есть целая желтая полоска. Интересно, она зайдет сюда или нет? Вот такая вот желтая полоска у меня есть. Может, прям из нее сделать себе вот этот вот венок, а-ля у меня на нем крепится? Мне кажется, будет прикольно. Что думаете? Главное, чтобы какой-то непохоронный венок получился на лице, а то такое себе будет развлечение. Слушайте, я без понятия, насколько плохо это выглядит в камере, но в жизни это выглядит реально прикольно. А еще у меня, короче, есть... Сейчас покажу. Еще у меня есть вот такая вот форма японской школьницы. И я на нее приделала сиреневый бант, как у Sailor Mars. Может, реально сейчас попробовать это одеть, и будет прикольнее еще осмотреться? Я вернусь. Давайте посмотрим дальше, что у меня есть. У меня есть вот такая вот черная подводка, черный карандашик для глаз. Давайте его вместе откроем. И вот она, лунная призма. Дай мне силу! Силу нарисовать ровную стрелку. Но карандаш пока по ощущениям хрень какая-то есть, честно. Слишком мягкий и как-то пикнет люто. Фу. Не хочу покапить образ, который получился, поэтому я сделала просто межресничную, наверное, сейчас стрелку и направлю ее немного вниз, а потом растушую, чтобы реально ничего не попортить, потому что карандаш, ну, прям вот не понравился мне. Какой-то он липкий. Да, карандаш очень максимально отстой, он липкий, и он почему-то полупрозрачный какой-то, то есть ничего черного тут нет вообще. Хотя, по идее, он типа именно черный. Карандаш разочарования лунной призмы. Лунная призма не дала мне силу. Помада. Помада у меня от Sailor Vener. Давайте достанем ее, потому что коробка ничего интересного себя абсолютно не представляет. Ох, эта помада. Во! Просто великолепно выглядящая помада. Посмотрите, насколько она круто оформлена. В жизни она выглядит еще лучше, чем на картинке. Я не знаю почему, но она прям вообще класс-класс. Еще здесь у нее вот такой вот кристаллик, и мне очень это нравится. Сама помада, естественно, оранжевого оттенка, такого легкого кораллового, в принципе, сочетается с моими румянами. Давайте стройнем. Помада полупрозрачная, очень легко ложится и увлажняет губы. Прикол ради, хочу надеть черный парик. Да, я всегда говорила, что черный это абсолютно не мой цвет. Про и так-то еще челка есть? У меня челки нет. Могу рискнуть сделать. Все равно мне терять абсолютно нечего. Осталось найти мою Сейлор Венеру. Ах да, это же я. Буду с вами откровенно. Косметика очень прикольная, и ради того, чтобы у тебя просто было в косметичке, это прям вообще 10 из 10 ДЭС по шкале ДЭС. Но покупать это специально, чтобы этим пользоваться, чтобы верить в то, что это лучшая косметика ever, ну такое. Я бы, наверное, не стала покупать эту косметику. Точнее, нет, я бы наверняка точно не стала ее покупать, если бы здесь не было Сейлор Мун. Если бы здесь была просто какая-нибудь собачка, например, или кошечка, или что-нибудь типа того, или просто розочка, я бы... Но ради Сейлор Мун можно и купить. Просто упаковок ради, чтобы таскать с собой в косметичке вот это или вот это. Хотя не уверена и не понимаю, зачем мне нужна красная подводка. Вот так вот получилось. Мне кажется, очень интересно. Оставляйте ваше мнение, не забывайте написать, какая ваша самая любимая Сейлор. И на этом всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Очень-очень много всяких разных маленьких закладочек. Все, это просто жизнь. Это просто жизнь. И жепомойки. О, капец. Просто. О, капец.